О главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Миловайский котёл. Какие выводы сделали армейцы после трагедии и что военным до сих пор неизвестно. Медицина взаимы в Ивано-Франковской области. Врачам нечем платить зарплату. Где деньги и какие дополнительные штрафы накладывают на медучреждения. Разборочки. В черновцах чиновник накинулся с кулаками. Ну таксиста что не поделили. Оружие, наркотики и задержание. Чем закончился ежегодный карнавал в Лондоне. Пять раз боевики нарушали режим тишины на Донбассе. Противник обстрелял позиции украинской армии возле Новомихайловки, Крымского, Попасной и Красногоровки. А в районе Светлодарской дуги боевики начали активно применять запрещенные минометы и артиллерию с передовых позиций. Наш военкор Руслан Смещук. Светлодарская дуга. Слева оккупированная Дебальцево. Справа оккупированная Горловка. В прямой видимости Гольмовская промзона в пять утра по этим позициям ударила вражеская тяжелая артиллерия, чего уже давно не было. С ранку прилетела мина сюда. Но это не только тут. Близко возле жилых домов, тоже там, где работают люди. Прилетали. То есть усколки. Это только маленькая частинка этих усколков. Били одновременно с нескольких сторон тяжелыми 120-мм минометами и гаубицами. Таким образом запутывая армейцев. Били мощно, но, к счастью, малоэффективно. На месте боев всюду дым и огонь. Боевики, пользуясь сухой, жаркой погодой, постоянно устраивают пожары вблизи армейских позиций. Сейчас идут пострелы по тем же самым, что горит, чтобы поддерживать огонь. Выпаливаются они, да? Конечно. Они начинают немножко тухнуть. И они туда опять же трассерами. И они так же само его поддерживают. Пока ты училят, полностью все поле не сгорит. Тактика изуверская. От нее постоянно страдают мирные жители. На этом месте был амбар с дровами и сеном на зиму. Когда боевики его подожгли, чуть пол улицы не сгорело. Военным под огнем пришлось вначале эвакуировать ближайший дом, а потом под пулями гасить пожар. Мы с хлопцами, получается, с позиции быстренько прибегли, подняли бабу и в углу посела ее, потому что тут метров пять до неи, чтобы, если бы перенес себе огонь, то она бы сгорела бы. У нас спала причем. Попадают все часто. Не в самые дома, а возле домов, в огороды. Все часто сильно. Сегодня все утро. Давали нам концерты. Сейчас говорят, вроде, школьное перемирие. Ой, все перемирие. И убирают поля перемирия, и школьное перемирие. Его не было никогда и не будет. Поэтому местные жители больше ждут осени, чем очередного перемирия. Во время дождей дома хотя бы не так часто загораются. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Сегодня четвертая годовщина Иловайской трагедии. По официальным данным, в конце августа 2014-го под Иловайском погибло 366 защитников Украины. Это рекордное количество потерь среди наших военных на Донбассе. Какие уроки и выводы сделали армейцы после Иловайского котла, выяснял Игорь Левенок. Какого-то стратегического значения он для нас не имел. Это начальник штаба Виктор Муженко говорит об Иловайске. Но в августе 2014-го именно здесь произошли самые кровавые события за время боевых действий на Донбассе. Выполнять боевые задачи в районе Иловайска поручили добровольческим батальонам при поддержке небольших подразделений ВСУ. Группировка украинских военных насчитывала не более 1300 человек. Наступление на Иловайск началось 20 августа. Но 25 и 26 августа Добробаты все же попитают. Они пытались освободить город, завязались ожесточенные бои, батальоны оказались заблокированы. Противник, оценивши загрозу уничтожения своих гибридных формуваний 24-25 серпня, с разных направлений ввел на территорию Украины до 8 батальонов тактичных групп, с загальной чисельностью понад 4000 человек. Сам Иловайск, как населенный пункт, это был просто один из тактичных задач этой операции. То есть, какого-то стратегического значения он для нас не имел. Особенно уже в середине месяце, когда мы контролировали Кутейникова, а Кутейникова дает нам возможность перерезать как раз на различные сполучения с Россией. Кто же отправил бойцов зачищать Иловайск? Это выясняли прокуратура и парламентская комиссия. Виновных не нашли. И даже командиром Добробатов разобраться в этом вопросе было сложно. Был письмовый наказ, я знаю, что его демонстрировали. Я его особо не видел, потому что я тогда был как начальник штаба и наказа не видел. Обещанный Россией зеленый коридор превратился в кровавое пекло. Российские войска начали расстреливать колонны украинских военных, выходящих из окружения. По официальным данным, 366 защитников Украины погибли, 429 были ранены, около 300 оказались в плену и полторы сотни пропали без вести. Материалы расследования генпрокуратура передала в Международный уголовный суд. Игорь Левенок, Вадим Свиридонов, подробности, телеканал Интер. Подавляющее большинство украинцев выступают за предоставление переселенцам права голоса на местных выборах. Таковы результаты социсследования проведенного компанией GFK Ukraine. Аналитики опросили 1980 респондентов. 85% украинцев поддерживают право внутренне перемещенных лиц голосовать на выборах. Не согласны с этим лишь 13% опрошенных. Проблемы вынужденных переселенцев не решаются уже более 4 лет. Власть фактически закрывает глаза на нужды этих людей, отмечают в оппозиционном блоке. Денежная помощь от государства составляет меньше 1000 гривен в месяц. В парламенте уже не голосуют за законопроекты оппозиционеров. У нас есть законы, которые направлены на поддержку переселенцев. Это категория, которая после начала конфликта наиболее пострадала. Их полтора миллиона в стране. Кроме 800 гривен социальной помощи они ничего не получают. Они даже голосовать не могут. Вот один из законов, 44-71, это закон, который дает им право голосовать по месту, где они сейчас живут. Посольство ряда стран международной организации и донорские агентства призвали Киев разблокировать выборы в объединенных территориальных громадах. Заявления поддержали правительства Канады, Дании, Германии, Польши, Швеции, Швейцарии, Великобритании, а также Совет Европы. Напомню, украинский центр избирком не определил точные даты проведения очередных местных выборов. Цена на газ не изменится до октября. В Кабмине решили продлить действие постановления, которое определяет стоимость голубого топлива. Об этом издании украинские новины сообщил источник в правительстве. По словам же министра соцполитики Андрея Ревы, переговоры с МВФ о расценках на газ продолжаются. Вчера министр подтвердил, что если в ближайшие дни не удастся найти компромисс с фондом, то срок действия нынешней цены, а это почти 5000 за 1000 кубов, может быть продлен. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину осенью этого года. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время встречи с украинскими дипломатами. По его словам, визит запланирован на ноябрь. Что же касается агрессии России в Азовском море, президент сказал, что он уже поручил подготовить профильное заседание СНБО. Тем временем МИД готовит пакет документов для расторжения большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Нарешті сьогодні ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до наступного кроку. Припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською федерацією, які з вини москви вже давно став анахронізмом. Уже найближчим часом я очікую від Министерства закордонних справ необхідний пакет документів для початку реалізації цього процесу. Сотрудничество между правительством і Министерством іностранних дел должно усилиться. Об'том заявив прем'ер Владимир Гройсман во время встречи с руководителями зарубежних ДИП-учреждений України. Он отметил, що фінансування ДИП-корпуса за останні два року увеличилось почти на 1,5 млрд гривень і призвал дипломатів активні привлекати інвестиції в країну, а також присоединиться к компанії Україна без контрабанди. Ведь те фінансові потоки, які раніше розходились по карманам, треба направити в госказну. Комісія на цьому засіданні 18 липня цього року на засіданні, де було прийнято рішення про визначення переможців, приймає дивне, нелогічне і, що найважливіше, протиправне рішення про знищення результатів поліграфу. Я третій наголошую, третій звертався, мені було відмовлено. 400 задержанних, 30 пострадавших поліцейських. Так завершился ежегодний карнавал Нотинг-Хілл в Лондоні. Второй по масштабам в мире. В этот раз он проходил в условіях чрезвычайних мер безопасності. Больше расскажет Алексей Пшемызкий. Тут зібралися представники всіх народів, тому будемо розважатися. Будем танцевать вместе со всеми. Ми вибрались уже к концу карнавала, поэтому решили, що устроимо свій собственный. Подобно карнавалу в Рио, огромними колоннами участники двигаются по улицам Нотинг-Хілла в сопровождении машин со звуковою апаратурою і музикантами. Главное – показати свої костюмы, які починають готовити за багато місяців до начала праздництва. Кожний, хто приходить на карнавал, обязан танцевати. Це перше правило. Також должен что-то съесть. Главное – проникнуться этой культурой і уважати окружаючих. В цьому году за культурою і порядком на карнавале следили більше 13 тисяч полицейських і 40 тисяч волонтёров. Із-за теракта в Британії на цей раз праздник проходил в условіях повышенных мер безопасності. Вперше вход в Нотинг-Хілл ограничили детекторами, щоб не пропустить в толпе кого-либо с оружіем чи ножом. В результате не обошлось без стычек. Полицейские задержали 400 человек. Один із участников попал в больницу с ножевым ранением. Також пострадали 30 правоохранителей. По традиції карнавал проходит в так называемый банковский понедельник і воскресенье перед ним. Уже сегодня утром Нотинг-Хілл вернулся к обычной жизни. Несмотря на опасения властей і угрозу терактов, як уже отчитались полиції, в цьому году праздник прошёл без серьёзних інцидентов. А в карнавале приняли участие більше миллиона человек. Из Лондона Алексей Пшемызкий, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Полиция немецкого Хемница арестовала двух подозреваемых в убийстве жителя города. Граждан Рака и Сирии поместили в следственный изолятор. Тем временем в городе не утихают беспорядки. С подробностями Татьяна Лугунова. Стенка на стенку. Правая протестует против мигрантов, левая против правых. В ход идут камни, бутылки и фаеры. Полиция отвечает водомётами. Это кадры из немецкого Хемница, где уже несколько дней не утихают акции протеста. Итог столкновений. 18 раненых демонстрантов и 10 уголовных дел, открытых за демонстрацию нацистского приветствия. И множество вопросов для немецких политиков. Почему это произошло именно в Хемнице? Что это разовая мобилизация правой сцены в отдельно взятом городе? Или вирус, который может распространиться и дальше? И насколько в целом сильны правые настроения в восточной Германии? Позор и удар по имиджу Германии. Так комментируют события в Хемнице политики в официальном Берлине. Ксенофобии, насилию и правому экстремизму нет места в демократическом государстве. В унисон заявили канцлеры, министр иностранных дел Германии. В ночь на воскресенье в Хемнице был убит человек. Подозреваемые уже арестованы. Это ужасная трагедия. Мы выражаем свои соболезнования родственникам погибшего. Но то, что мы увидели позже, недопустимо в правовом государстве. Это охота на людей, насилие, ненависть на улицах. Мы должны понимать, что за событиями в Хемнице наблюдают и за границей. Я считаю, что эти кадры не отображают немецкую реальность. Я уверен, что большинство людей, которые живут в Германии, хотят, чтобы страна была открытой и толерантной. Но, к сожалению, есть и другие. И страшно видеть, на что они способны, как по отношению к отдельным людям, так и по отношению к стране, репутации которой они вредят. Полиции Хемница рапортуют. За последние дни к ним обратились трое иностранцев, которые пострадали от правых радикалов. И признают, они были не готовы к таким масштабным протестам. События в Хемнице выявили очень опасный процесс. Мы имеем дело с новой формой эскалации. Мы всячески поддерживаем нашу полицию. Министр внутренних дел Германии уже предложил направить в Саксонию дополнительные силы. Тем временем к протестам в Хемнице сегодня подключилась и столица земли Дрезден. Там тоже анонсирован марш ультраправых. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. 30 тысяч гривен и никакого наказания. Им настолько требовал судья Черкасского апелляционного суда у водителя, которого поймали нетрезвым за рулем. И пообещал, что за вознаграждение тот сможет избежать наказания. Судью задержали, как только он получил всю сумму взятки из собственных источников. Нам стало известно, что это Владимир Пономаренко, который работает в апелляционном суде с 2010 года. В его кабинете сотрудники НАБУ провели обыск. Теперь коллеги должны избрать ему меру пресечения. Директора Львовского бронетанкового завода уволили. Еще утром работники заблокировали входное предприятие с целью не пустить Романа Тымкова и его зама на работу. Напомню, НАБУ подозревают уже бывшего главу завода в растрате 28,5 миллионов гривен. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 он закупал бэушные. Некоторые из них вообще были в нерабочем состоянии. Два месяца назад Соломинский райсуд Киева отстранил его от исполнения обязанностей. Этот срок истек сегодня, и Тымков должен был вернуться в свое кресло. Недоведено, что они не заслуговывают на доверие трудового коллектива. Проголосовать. Такий регламент нашего собрания прошу голосовать. Когда я очереден к пенсии, на пенсии было 960 людей. На данный момент мы точно видим, что людей не 960. Отповедно, чьи интересы отстоятся? Осторожно, чиновник на дороге. В Черновцах подрались водитель такси и начальник одного из управлений областной госадминистрации. Все произошло на глазах у перепуганной женщины-пассажира. Что не поделили мужчины, знает Ольга Паламарюк. Это было страшно, раптово. Это напомнило 90-е годы. Когда подрезают машины, вылетают какие-то парни с битами. Правда, тут не было биты. Но, приятнее, я ее не видела. Так ситуацию на дороге описывает Екатерина Пономарева, которая ехала в такси на работу. Вызвала знакомого водителя, но не успели проехать и километр. Как неожиданно, перед машиной выскочило авто. Подрезав таксиста, водитель иномарки резко затормозил и вышел на разборки с кулаками. Екатерина уверяет, таксист скорость не превышал, правила не нарушал. Я не видела еще никогда, чтобы людина подбегала до двери водительской, начинала ей трусить, в этот час пытаться вдарить водителя кулаком. И в этот час, что он стал проговорить, что попробуй что-то мне сделать, у тебя будут проблемы. Когда Екатерина выложила видео на своей странице в соцсети, нашлись и очевидцы инцидента. А в водителе иномарки пользователи узнали сотрудника обл. администрации. Вот он, Владимир Дьяченко. Уже несколько лет возглавляет отдел по работе с обращениями граждан и доступа к публичной информации. Уверяет, таксиста не подрезал, просто шел на обгон. А он не уступил дорогу и спровоцировал конфликт. Он порушил правила дороги. Потому что, когда я уже вышел на обгон, он мог бы меня пропустить. А не начать без поворота, не подивившись от зеркала, начать объезд припаркованного автомобиля. Понимаете? Никто из участников конфликта полицию не вызывал. Помахав кулаками, водители разъехались. А вот психологи уверяют, такое агрессивное поведение на дороге может закончиться трагедией. Агрессия, которая была на видео, явно не отвечала ситуации. Я боялась быть рядом, рядом этих людей, находиться в этой ситуации. Пользователи соцсетей, которые посмотрели скандальное видео, традиционно разделились на два лагеря. Одни ругают чиновника, другие же считают, что таксисты сами зачастую виноваты в подобном отношении к себе. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики сегодня прошло в Харькове. У людей проблемы одни и те же. Высокие тарифы, низкие зарплаты и отсутствие социальных гарантий. Какой выход предлагают нардепы, слышали наши корреспонденты. С утра встреча с пенсионерами МВД. Люди просят вернуть им льготы по коммуналке и рассказывают, как в судах добиваются пересчета пенсий. По закону нам обязаны были пересчитать эти пенсии тогда, когда изменилась денежная оклада у полицейских. Этого сделано не было. Суды приняли решение, как живут в пользу пенсионеров. Даже в этой ситуации правительство приняло решение не выполнять решение судов. В центре предоставления админуслуг не протолкнуться. Сюда каждый день приходят тысячи людей со своими проблемами. А это украинские неепротезирования. Я диабетчик и дают всего 30% инсулина. А купить он довольно дорогой. Ну и импортный инсулит там порядка тысячи-полторы тысячи гривен. Ну с пенсией, вы понимаете, что явно недостаточно. На лечение и реабилитацию сюда едут со всей Украины. Детей с проблемами развития буквально учат ходить. Еще один мочек. Давай вперед. Вперед бегом. Вперед идите. Две облака будут. Решать социальные проблемы граждан должен так называемый трудовой парламент, уверен нардеп Сергей Каплин. Создавать его предлагает на базе Федерации профсоюзов. Для этого мета, а еще и для увеличения размера социальных выдатков, социальной помощи, создали, уважно, всеукраинский социальный штаб, куда уведут все организации чернобыльцев, все организации афганцев, куда уведут все военные пенсионеры, так же дети войны и другие версии населения, которые потребуют социальной помощи. Еще одна важная задача – не допустить роста цены на газ и добиться возвращения субсидий, считают в оппозиционном блоке. 70% людей лишили права получать субсидии. Ни о каком вообще росте сегодня тарифов, цен, быть не может. Людям платить нечего, цены катастрофические, долги по тарифам растут, и непредоставление субсидий – это сегодня просто вредительство правительства против граждан Украины. В Харькове такие выездные заседания парламентарии проводят не впервые. Это уже пятое выездное заседание Комитета Верховного Совета в регионе. Очень важно иметь право законодательной инициативы и прямую коммуникацию. Много общаемся с людьми на заводах, в организациях, предприятиях, выезжаем. И большая часть вопросов касается социальных гарантий, а также вопросов здравоохранения. Все, о чем нардепы услышали от людей, их предложения и просьбы парламентарии повезут в Киев, в здание под куполом. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Медицинский геноцид. Именно так называют ситуацию с выплатой зарплаты медики в Ивано-Франковской области. Они без денег уже несколько месяцев. Последний раз зарплату получили еще за июнь. В результате из-за задержек медучреждения начали штрафовать. Суммы достигли уже миллионов гривен. Кто загоняет медицину в долговую яму, узнаете из нашего сюжета. Мария Сигиль работает младшей медсестрой в хирургии Солотвинской больницы. Получает минималку. Но и ту последний раз видела три месяца назад. Выживает женщина только благодаря домашнему хозяйству. У меня, например, есть корова. Я ее делаю сир, сметан, молоко. Я везу до областного центра. За счет этого я могу себе позволить купить продукты харчевания. Не то, что там где-то что-то. Огород и корова спасают, конечно, рассказывают сотрудники больницы. Но без зарплаты все равно никак. Я так же не могу, чем дети до школы идут. Я еще ничего до школы не купила, потому что я еще не могла за что купить. Так же коммунальные послуги нужно платить. У меня есть такие коллеги, у меня есть такие знакомые, друзья, что они оставили место работы в Украине. Поехали за кордон. Долг по зарплате достиг уже более трех миллионов гривен, говорит главврач больницы. И продолжает расти. Мало того, до конца года рассчитаться не смогут. Выделенных денег не хватает на оставшиеся четыре месяца. За липень зарплату не отримали. За серпень ни авансу, ни зарплаты не отримали. А люди работают на минимальную зарплату. И тех несчастных три тысячи, которые они заработают, понимаете, и они их не берут. К тому же больница не смогла оплатить все долги и получила штраф. Почти 80 тысяч гривен. Парадоксально есть то, что держава не дает и в тот же час забирает. Поясню. Например, есть такие, мы платим зарплату и сплачиваем. Мы обеспечиваем податки. Не маючи призначений, не маючи денег, мы до 20 числа следующего месяца не можем заплатить. Похожа ситуация и в других медучреждениях области. В Косовской райбольнице сумма штрафных санкций достигла почти двух миллионов гривен. Чтобы я укладывал в тих кошторисных призначениях, что дали, мне нужно 35% скоротить. Это нужно уже целевые дни закрывать. По счетам чиновников, задолженность перед медработниками области уже превысила 30 миллионов гривен. В сентябре сумма увеличится вдвое. Мы укладывали местного саморядувания с собственных надходов. Даже если бы мы 100% направили перевыкновение на зарплату. Плату союза этих кошек не выстачен. Для того, чтобы повысить полностью заболеванность по зарплате. За обращение к правительству и Минздраву депутаты планируют проголосовать на следующей сессии облсовета. Жан Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Министр экологии Франции, бывший журналист Николя Юло заявил об отставке. Новость шокировала французов, а действующему президенту Эммануэлю Макрону уже прогнозируют падение и без того рекордно низких рейтингов. Что заставило министра пойти на такой шаг, расскажет Елена Абрамович. Это был обычный радиоэфир с одним из не ключевых, но популярных министров во Франции. Николя Юло, бывший экоактивист и телеведущий. Он отказывался от должности министра экологии трижды при президентстве Жака Шурака, Николя Саркази и Франсуа Алланда. Но все-таки доверился команде Эммануэля Макрона. Впрочем, ненадолго. Впервые я принимаю самое сложное решение в своей жизни. Я не хочу больше себе врать и не хочу, чтобы мое присутствие в этом правительстве воспринималось как знак того, что мы достаточно делаем для решения проблем климатических изменений. Поэтому я покидаю правительство сегодня. Юло объяснил слишком много разочарований. В борьбе с климатическими изменениями уделяется мало внимания. Французский премьер отставку принял и поблагодарил министра за работу. А вот представитель правительства назвал решение Юло поспешным. Я не понимаю, почему он уходит в отставку, когда у нас было так много успехов в первый же год, благодаря ему. Он выиграл не все свои битвы, но так бывает у министров. Именно во времена Юло президент Макрон дал блестящий ответ Дональду Трампу. Он перефразировал слова американского президента о Большой Америке на свой лад, говоря о защите климатического соглашения. Мы справимся, потому что мы преданы своему делу. Где бы мы ни жили, кем бы ни были, у нас всех одинаковая ответственность. Давайте сделаем нашу планету снова великой. В отставку Юло подал после заявления правительства об изменении закона про охоту. Инициативе, которая могла бы повысить поддержку Макрона в сельском местности. Но отставка министра экологии теперь наоборот может обрушить и без этого слабые рейтинги французского президента. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Политическое завещание в США огласили прощальное обращение Джона Маккейна к американцам, в котором он подвел итоги своей жизни. О чем именно написал сенатор и за что раскритиковал политику Трампа, знает Дмитрий Анопченко. Конгресс в Трауре. Место в сенатском зале заседаний, которое столько лет было закреплено за Джоном Маккейном, затянули черной тканью. И в знак памяти украсили белыми розами. Один из друзей цитирует последнее обращение сенатора к нации. Текст глубокий и очень откровенный. Я считаю себя самым счастливым человеком на земле. Даже сейчас, когда я готовлюсь к финалу моей жизни. В ней одной хватило бы опыта, приключений и дружбы на десяток жизней. Конечно, как и все, мне есть о чем сожалеть. Но я не променял бы ни одного дня, тяжелого или радостного, на чей-то самый лучший день. Но в прощальном обращении не только личная история. Это еще и политическое завещание, в котором сенатор раскритиковал происходящее в стране. В Конгрессе политкорректно процитировали только отрывки. А вот в родном для Маккейна Финиксе, в Аризоне, пресс-секретарь семьи, глотая слезы, зачитывает текст полностью. Мы становимся слабее, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы их разрушать. Мы ставим под сомнение силу наших идеалов, вместо того, чтобы верить в них. Прозрачно намекая и на стену Трампа, и на скандалы в американском политикуме, Маккейн, тем не менее, ни разу не упомянул президента по имени. Как сказали близкие сенатора, он хотел, чтобы эти слова остались в истории, чтобы они объединяли, а не разделяли страну еще больше. Чтобы его запомнили оптимистом, который не сломался в плену, и со смертельной болезнью и старостью тоже боролся мужественно. Ну а мне в прощальном обращении Маккейна запомнились еще две фразы. В них весь он, человек, который не шел на компромиссы. Перед самой смертью сенатор написал, вот послушайте, «Я всегда стремился служить своей стране с честью. Конечно же, я совершал ошибки, но надеюсь, что моя любовь к Америке их все-таки перевесит». Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Знаковое событие ожидают Одессу в эти выходные. В рамках празднования Дня города 2 сентября там состоится открытие греческого парка. Пока завершаются последние приготовления, наш корреспондент заглянул за кулисы и готов рассказать, что необычного там увидел. Широкие склоны возле Приморского бульвара долгое время были заброшенными. Разбить на этом месте греческий парк вызвался бизнесмен и меценат Пантелеймон Бумборос. Работы профинансировал его благотворительный фонд. Сын Бумбороса Василис рассказывает, сначала пришлось укреплять склоны, чтобы они не сползли вниз. Для этого на глубину до 20 метров забили около тысячи бетонных свай. Ну, слава Богу за то, что мы сами строители знаем, как это правильно сделят. И самое главное, что после выполнения заново проверили это скольжение. И на сегодняшний день мы можем говорить, что это проблема скольжения на Приморский бульвар. Она закрыта. Ну, мягко говоря, мы спасли центр Одессы. С бульваром парк соединяют. Две широкие мраморные лестницы для людей с ограниченными возможностями предусмотрели лифт. Многоуровневые террасы, тенистые аллеи для прогулок и зеленые газоны. Греки не только сохранили все деревья, которые росли здесь, но и высадили множество новых. Особая гордость – фонтан, названный «Начало-начал». В центре скульптурной композиции с одной стороны женское лицо, с другой мужское. Автор называет это символом жизни. Это объединение мужского и женского начала. Начало всего. Начало жизни человечества. И я надеюсь, когда пойдет вода, и дети будут под ней купаться, и Одессит, и это станет любимым местом. В фонде Бумбураса уверены, что греческий парк создают на века. Поэтому так много внимания уделили берегоукрепительным работам и выбору стройматериалов. Детально продумали множество сложных элементов ландшафтного дизайна. Сделали специальное освещение, которое будет включаться вечером. В общем, надеются всех удивить. «Мы хотели, чтобы любой Одессит радовался этого парка, и чтобы это место становится для Одессы местопримечательностью. Я бы хотел, чтобы любой гость Одессы имеет здесь какая-то фотография, и это будет живая реклама нашего города по всему миру. Я не хочу громко говорить, что это будет самый лучший парк в Украине, но хотя бы один самый лучший». Презентация того, что уже сделано, состоится в воскресенье, когда Одесса будет праздновать День города. А вот большую детскую площадку и музей греческой культуры меценаты откроют, скорее всего, уже в следующем году. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Киево-Печерской лавре отмечали праздник Успения Пресвятой Богородицы. У стену Успенского собора провели службу, после чего сотни верующих прошли крестным ходом в центре столицы. Подробности знает Юлия Жешко. Уже в 8 утра территория Киево-Печерской лавры была заполнена людьми. Для православия сегодня великий праздник. Успение Пресвятой Богородицы является одним из главных праздников православной церкви. Ежегодно сюда съезжаются тысячи паломников и верующих из разных уголков страны. В честь Великого дня митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий отслужил праздничную литургию. По словам митрополита, в этот день люди прославляют подвиги и труды Девы Марии. А молитва сегодня имеет особую силу. Молитва имеет особую силу, потому что православные считают Деву Марию своей покровительницей. Она с нами, она наша покровительница, она наша мамочка, наша заступница. Она всегда с нами и всегда нас немощных и грешных, и милует. В этот день принято поздравлять матерей. Ведь Дева Мария посвятила всю свою земную жизнь сыну. Дорогие мамы, мы вам благодарны, что вы родили, отдали свое жизнь, посвятили себя для нас. И будьте счастливыми. Сегодня действительно День Матери. Потому что и даже когда наши матери засыпают сном смерти, они все равно не лишают своих детей. Это один из моих любимых праздников. Он насколько грустный и настолько он радостный. Свою маму будете поздравлять с вами? Конечно, да. Успение Пресвятой Богородицы – великий праздник для всех православных, включая политиков. С восьми утра здесь были народные депутаты от оппозиционного блока. Сергей Левочкин и Вадим Новинский. Вместе с верующими они отстояли службу. Народные депутаты уверены, что именно в такие дни украинцев объединяет вера. И не важно, политик ты или нет. Ведь этот праздник призывает к любви и единству. Все три лавры в Украине освящены в честь Успения Пресвятой Богородицы. Таким образом, этот праздник вообще всей Украины. Праздник Успения Пресвятой Богородицы – это праздник всей Украины. Киево-Печерская лавра считается домом Пресвятой Богородицы. Вы видите, сколько людей пришло в Киево-Печерскую лавру. И Богородица, она до сих пор находится с нами. И молится за наш народ украинский, за Украину, чтобы все беды и напасти минули нас. И мы жили в мире согласия и любви друг до друга. Приняв причастие, и верующие, и нардепы прошли крестным ходом. От главных ворот в лавру до ближних пещер звучала молитва. И Юлия Жешко, и Василий Миновщиков. Подробности – телеканал «Интер». Кто забил самый красивый гол в прошлом сезоне Лиги Чемпионов по футболу? И чем танцы Терезы Мэй не понравились пользователям сети? Об этом они только далее в нашем обзоре. Тереза Мэй порадовала соцсети своими танцами в Кейптауне. Во время визита в Южную Африку гостю из Лондона развлекали танцевальным номером местные школьники. Британский пример не устояла перед зажигательными ритмами и попыталась воспроизвести движение детей. В интернете хореографические способности Мэй не оценили. Назвал неуклюжими и нервными. Президент Венесуэлы презентовал план по продаже населению золотых слитков. Николас Мадуро решил пойти на такие меры из-за гиперинфляции национальной валюты – боливара. Мол, таким образом венесуэльцы смогут сэкономить. Золотые слитки весят до 2,5 граммов и будут введены в оборот с 11 сентября. Хотя на руки люди получат только сертификат о владении. При городе Лос-Анджелеса на аукцион выставили экспонаты из аттракционов Диснея. Все они из коллекции голливудского агента Ричарда Крафта, которую он собирал в четверть века. Это около 900 наименований. Экспонатов оказалось так много, что выставку пришлось разместить в бывшем спортивном магазине. Организаторы уже выторговали 8 миллионов 300 тысяч долларов. Часть заработанных денег Крафт отдаст на лечение детей. В Гаване приготовили самую большую порцию национального коктейля Куба Либре. Его название переводится как «Свободная Куба». Количество рекордного напитка – 1000 литров. Специально для него организаторы изготовили двухметровый стакан и использовали 200 литров рома. После установления рекорда коктейль разлили в маленькие рюмки и угощали всех желающих. В УЕФА назвали лучший гол прошлого сезона. Это эффектный удар экс-форварда Реала Криштиану Роналду в ворота Ювентуса, который он забил через себя. Это случилось в 1-4 финала Лиги Чемпионов. Тогда мадридский клуб выиграл выездной поединок со счетом 3-0. Победителя определяли путем онлайн-голосования. Сейчас Роналду выступает уже за Ювентус. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности Юэй, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова